Пожалуйста, не могу. Слушай, у меня все так начинаются. Ты так, знаешь, ненавязчиво всегда подходишь. Просто мы должны были с тобой просто пообщаться по-человечески, а ты начал опять с этой камерой в лицо тыкать. Это неожиданный вопрос. Неожиданный вопрос. Очень неожиданный вопрос. Скажи, твоя жизнь достойна того, чтобы по ней был написан сценарий, поставлен спектакль, всякое такое. Мне кажется, что жизнь любого человека достойна того, чтобы о ней что-то рассказать. Но вообще я бы не хотел, чтобы обо моей жизни что-то там рассказывали, снимали. Но это пускай другие там решают, но не мне точно решать. Я бы об этом не думал даже. Вот ты быстрее меня об этом подумал. Когда ты снимаешь сам про себя кино, она какая-то такая скользкая дорожка, короче. Ты работаешь с Тихотем Влада. Ну, это же неожиданный вопрос. Высказывание про художника, про людей, которые чувствуют себя, может быть, не совсем на своем месте и мучаются, пытаются найти какой-то выход, идеальную какую-то жизнь для себя, что ли, найти. Нет ощущения, что мы ставим просто спектакль про Влада. Это же был бы совсем какой-то бред. Я думаю, что надо еще пожить немножко. Мне кажется, что для узкого круга зрителей, наверное, если для семейного просмотра... На полный метр никак. Не, пока не набрала еще. Но я еще молода. Макс, ты такой серьезный, что просто жизнь. Не знаю, это не мне надо решать. Нет, я об этом не думал никогда. Честно. Вообще никогда. Я считаю, нет. Может быть, кто-то снаружи видит что-то интереснее. Нет, ну как-то нет. Я не вижу как-то вот пока драматургию достаточно интересную. Нет, скорее всего, трагедии какой-то. Не знаю. Это, наверное, неплохо как-то жить так, да. А для драматургии, наверное, это скучно так. Я думаю, в принципе, начало положено. Не, мне кажется, развязки не хватает. И какую ты предполагаешь развязку? Мирная революция. И в каком жанре будет фильм? Драгикомедия. Нет. Не было в ней погони какой-то, драк, падение с небоскребов, наркотиков. Ну, все то, что интересно. Схождение с ума, великих побед, великих поражений. Какой-то драмы мощней. В каком бы оно было жанре? Бужеле, но во. Что, не знаешь? Ну, такое вяло текущее, как бы такое втыкание. Ты до сих пор еще меня что-то спрашиваешь? Конечно. Надо закрыть Реналя, потому что я к нему с тем же самым вопросом чуть попозже подойду. Есть что написать. Есть за что зацепиться. Драгикомедия. Да, дорогой. Мне кажется, что любая жизнь вообще любого человека достойна. Сценарий и так далее, потому что это уже произведение искусства природы. Поэтому можно, в принципе, снимать и писать все, что угодно. То, что касается лично моей, мне кажется, это было бы интересно. Про пропичное принятие и непринятие самого себя. Драгикомедия. Макс, пока не снимай. Чего он не берет труппу, это козел? Нет. Я так не считаю. Судя? Не знаю. У меня самая обычная, скучная жизнь русского актера. Русского грустного актера. Что значит тривиально. Вот видишь, какой я тупой, даже не знаю таких слов. Пока нет такого, ничего в моей жизни, ничего такого сильного не происходит. Какие-то прям обычная жизнь. В каком было бы жанре, мне кажется, какой-нибудь драма с фарсом. Драма, фарсодрама. Фарсодрама. Конечно, достойно. Ужастик хотелось бы. Мне нужно тебе срочно задать неожиданный вопрос, извините. Ты часто сидишь? Конечно. Что ты снимаешь? Слушай, я считаю, что жизнь любого человека достойна быть экранизирована или поставлена в виде спектакля. Особенно, если эту пьесу напишет Люба Стрижак. А спектакль про себя я бы хотел видеть в форме производственной драмы. Как закалялась сталь. Вот что-то в этом духе. А если кино, то что-то в духе Капитана Америки. Я сейчас как раз хожу в спортзал, я буду скоро качком. Я бы хотела все-таки мелодраму, что-нибудь любовное. Вот такое прям свадкое, типа 500 дней лета. Так ужастик или мелодрама? Ну, или это, или то. Тут уж решать важно. Можно было бы снять какую-нибудь легкую эротику. Где не показываются гениталии, но где все очень мило стонут, курят и размышляют о сексе. Блин, не знаю. Сейчас Россия так живет, что у каждого жителя можно брать жизнь и снимать по ней сценарий. Ну, у меня все хорошо, я нормально. Все у меня хорошо. Трагикомедия. Конечно. Должен пластический спектакль быть, как человек стареет стремительно. А мое тело становится брюзгливым, брюзгелевшим, я не знаю. А брюзгшим. А брюзгшим. Мое тело брюзжит стремительно. Я не знаю, что с этим делать. У меня не такое большое эго для того, чтобы это случалось, наверное. Сраный вопрос. Мне кажется, это некорректный вопрос, Максим, как любишь ты задавать. Тебе нужно потренироваться в дудя. Любая жизнь, каждая жизнь достойна сценария. Но это было что-то, наверное, в стиле, типа как Бёрдман, что-то такое. Какой-то экшен с элементами мелодрамы. Можете у Кати спросить что-нибудь уже? Давай я на нее спрашиваю. У нас нет неожиданных вопросов с админами. Кать, вот ты работаешь админом. Да, правда. Какие интересные случаи происходили с тобой? Вот сегодня утром Михаил Трайник рассказал мне стишок. Называется «Некрасивая девочка». Да, очень неприятный. Почему ты думаешь, что он рассказал о тебе? Не знаю, я думаю, потому что я некрасивая девочка. Где же какая-то закомплексованная девочка? Это неожиданный вопрос. Неожиданный вопрос. Очень неожиданный вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!